Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Цены на бензин в нашей стране потихоньку снижаются, уверяет Росстат Среднероссийский ценник литра 92-го сейчас находится на уровне 47 рублей 32 копеек 95-го 51 рубля 39 копеек Дистопливо стоит в среднем 54,5 рубля за литр Самое дорогое горючее по традиции на Дальнем Востоке Жителям Магадана 92-й продают почти по 62 рубля А цены на солярку на Сахалине дошли почти что до 70 рублей за литр Трасса 101 Автоваз в ближайшее время может прекратить выпуск высокого хэтчбека X-Ray Объясняется это тем, что модель больше других была зависима от поставок импортных комплектующих В основе машины, напомню, лежит реношная платформа B0 Официально эти данные на Волжском автозаводе пока не комментируют X-Ray, выпуск которого стартовал в конце 2015 года, всегда находился примерно в середине 20-ки наиболее продаваемых новых авто Сейчас цены на него стартуют с отметки 1 107 000 рублей Трасса 101 Из-за санкций ГИБДД может остаться без новых патрульных автомобилей В этом году ведомство планировало закупить для региональных управлений почти 3000 машин, включая иномарки Однако многие зарубежные автопроизводители заявили о прекращении поставок на наш рынок Немало кто находится в подвешенном состоянии Не исключено, что госавтоинспекция, кроме автомобилей отечественного производства, начнет приобретать машины из Китая Вопрос сейчас изучается В марте этого года, кстати, сообщалось, что в Екатеринбурге полицейским запретили эксплуатировать часть служебных иномарок, так как их нечем ремонтировать Трасса 101 На бывшем заводе Рено в Москве, где решено возродить автомобильную марку Москвич, могут обосноваться китайцы Переговоры, по некоторым данным, сейчас ведутся с несколькими компаниями из Поднебесной Среди них FAV, BYD и JAC В последнем случае речь идет о выпуске электромобиля IEVS4 Он был представлен еще в 2019 году Электрокар имеет несколько модификаций Самые дорогие укомплектованы по полной программе Есть системы контроля слепых зон, предупреждения о превышении скорости, сходе с полосы и так далее Сейчас JAC официально продает в России один электромобиль IEVS7S Его стоимость на сайте компании не указана Трасса 101 Австрийцы сделали для американцев первый в мире электрический пожарный автомобиль Огромная машина стоимостью более 1 миллиона долларов поступила в распоряжение огнеборцев из Лос-Анджелеса Оснащена она двумя электрическими моторами суммарной мощностью почти 500 лошадей Однако спецтехника получила и дизельный агрегат Для того, чтобы обеспечивать зарядку батареи при поездках на большие расстояния На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101